Вот заходите в Global Pro и здесь в Global Pro очень много интересных вещей. Сейчас я вам о них расскажу. Начнем с регистрации нового клиента. Спускаетесь вниз и здесь вот таблица. Вот если вы участвуете в программе Goldset, где только золото, в любой из программ Goldset, то у вас будет вот такая таблица, где вы размечены на каком-то из уровней. Вот я здесь на втором уровне размещена. Вот и здесь вот смотрите, получается с левой стороны, видите, здесь меню есть и очень много всяких разных таких вот, ну как вкладок, что ли, разделов. Вот, скорее всего, разделов. Много всяких разделов, которые можно использовать тоже для презентации. Вот смотрите, вот один из разделов, это новый клиент. Видно, да, всем новый клиент. Вот и заходите сюда, вот в этот раздел новый клиент. Вот, и у вас открывается такая таблица. Вот видите, кто спонсор, да, личные данные покупателя. Вот. И вот вы спонсор, вот в данном случае я спонсор. И вы заполняете здесь все данные клиента вашего. Это имя, фамилия, электронная почта обязательно должна быть подтвердить, ее тоже нужно. Вот. Потом псевдоним придумываете ему. Псевдоним можно использовать, имя и фамилию человека. Логин, пароль, это для входа в кабинет. Вот эти два момента обязательно запомнить нужно. Хотя вам придет на почту, да, письмо с логином и паролем, но почта должна быть рабочей, действующей, чтобы вы могли там прочитать логин и пароль. Но лучше всего записать. Я, например, делаю так для удобства. Я вначале придумываю логин и пароль, пишу его на листочке, а потом его просто вбиваю сюда, чтобы мне ничего не забыть, не перепутать. Потому что когда были случаи, когда, например, клиенты забывали либо логин, либо пароль, потом приходилось там и в компанию обращаться, и кабинеты очень все защищены, потом очень сложно попасть в кабинет. То есть потом надо делать селфи со своим паспортом, ну, то есть много проблем, потому что у людей тут много тысяч евро хранится, да, там и золото тоже. И чтобы их не изламывали, кабинеты все защищены, очень серьезно. Некоторые даже обижаются, потому что они так защищены, но, на мой взгляд, это хорошо. Вот повторяете пароль и здесь заполняете дальше дату рождения, страна, город, регион не обязательно, то есть это область. Ну, вот в российском понимании это область. И вот адрес, это обязательно полный почтовый адрес нужно заполнить такой, какой у вас будет документ для подтверждения вашей регистрации. То есть, например, для того, чтобы пройти верификацию, да, вот мы как бы, те, кто покупает и ценные бумаги, и участвует в бонусной программе Goalset, мы проходим дважды верификацию. То есть, первый раз мы проходим верификацию в самой компании, то есть свой аккаунт верифицируем. Вот. А второй раз мы проходим верификацию, если мы купили ценные бумаги, мы проходим верификацию для того, чтобы зарегистрировать свои ценные бумаги в депозитарии. Вот. И там нужно везде подтвердить свой адрес прописки. Вот, например, чтобы в кабинете пройти верификацию, там нужно любой документ, подтверждающий вашу верификацию. Что это может быть, например, да, это, ну, к примеру, может быть, квитанцы какая-то об оплате коммунальных услуг. У меня, например, прошла просто прописка в паспорте, обычная прописка в паспорте, это именно в кабинете, если мы проходим верификацию. Вот. Потом может подойти водительское удостоверение, если там написан ваш адрес регистрации. Потом, может быть, какой-нибудь выписка из банковского счета может подойти. Это вот в кабинете. А для того, чтобы пройти верификацию во фрактале, я вам сейчас покажу, где это все делать. Там нужно уже банковские, выписка из банковского счета. Просто идете в банк, если вы клиент какого-то банка, берете там выписку из банковского счета. Либо делаете перевод какой-нибудь банковский, и чтобы в этой квитанции тоже был указан адрес вашей регистрации, например, да. Потому что, например, на меня не приходят никакие квитанции, да, и поэтому я брала, например, выписку из банка. Вот. Ну, здесь вот все заполняете. Адрес почту вы заполняете. Обязательно точный адрес нужно заполнить, потому что, ну, как бы туда могут приходить какая-то корреспонденция. Ну, что-то там от компании. Бывало так, что они что-то присылают. Если, например, вы покупаете ценные бумаги, то сертификат на ценные бумаги будет приходить по этому адресу, который вы укажете. Вот. То есть не просто фейковый какой-то адрес, а именно настоящий адрес, по которому вы проживаете, вот, и по которому зарегистрированы. Ну, телефон, вот, в принципе, да, это вы должны быть клиентом, который у вас будет регистрироваться. И вот нажимаете здесь вот соглашаетесь с правилами, с правилами сайта Global Intergoal. Перед этим можно их прочитать, если хотите. Вот. С правилами программы Wallset. Политика защиты персональных данных. То есть вот в эти три квадратика ставите палочки. Выбор обязательно ставите. Его можно потом выбрать. То есть выбор программы Wallset можно потом выбрать. Не обязательно сразу. А вот эти три квадратика обязательно ставите. Здесь, да, вот. И нажимаете кнопку регистрация. Вот. И у вас все. Человек зарегистрирован. Вам приходит сообщение на почту, что вас поздравляем. У вас новый клиент, да? Вот. И клиенту тоже приходит письмо от компании с подтверждением его регистрации. И там как раз будет указанный логин и пароль. Поэтому адреса должны быть все электронные и обычные, где проживает человек, настоящими. То есть вот таким вот образом проходит. Вот смотрите, где можно пройти верификацию уже. Верификацию аккаунта. Сейчас я вам покажу на примере одного аккаунта. Он у меня не верифицирован. Сейчас, секунду. Когда вы будете заходить в кабинет, если аккаунт не верифицирован, то у вас будет какое-то окошко каждый раз, ну, высказывать. Вот, сейчас я вам покажу. Галым, отключай микрофон. Звук идет. Вот потихоньку, потихоньку, так, чтобы не слышно было. Можно потихоньку просто. Вот смотрите, нажимаем на программу Global Pro, да. Хотя человек, видите, у него размещен заказ в программе GoalSet, да. Он уже на вознаграждении. Но верификация не прошел. И здесь вот такая вот, пройдите верификацию клиента магазина, интернет-магазина. Вот. И вот, видите, тут такая зелененькая кнопочка. Выполнить верификацию. На нее нажимаем на эту зелененькую кнопочку. Вот. И у нас вот здесь вот предоставляется два таких, ну, как бы, два документа нужно нам сюда отправить. Вот сюда мы должны загрузить файл, да, паспорта или ID паспорта, да. Например, в Турции ID паспорт. В России это просто паспорт. Ну, в разных странах по-разному документы. Если вы это делаете, например, с планшета, то можно прямо вот сюда нажимаете, и у вас выскакивает либо сфотографировать, либо из галереи взять. То есть, если вы в галерею заранее не сфотографировали, то можно прямо, ну, онлайн сфотографировать вживую и загрузить сюда паспорт. Смотрите, если это у вас будет ID паспорт, да, то есть, ну, такая карточка, как вот в Турции, к примеру, да, в Грузии точно так же ID карта такая с двух сторон, то нужно ее, конечно, сфотографировать с двух сторон, соединить в один файл и вот уже потом сюда загрузить. Если кто не умеет это делать, умею делать это я. Если кому-то нужно, например, соединить два файла вместе, мне просто пишите на WhatsApp там, ну, лучше всего на WhatsApp, потому что у меня что-то, Skype на телефоне не всегда я слышу, как он у меня перитает. А WhatsApp, ну, чаще всего слышу, бывает то, что молчит, но чаще всего слышу. Вот, я вам соединю эти два файла вместе и отправлю вам, да, тоже на WhatsApp, и вы, вот, можете сюда загрузить. Ну, и тут все заполняйте, как нужно. Потом нажимаете обязательно кнопочку «Сохранить» и переходите к следующему документу. Подтверждение адреса, подтвердите ваш зарегистрированный адрес, тот, который вы указали при регистрации клиента. Вот, тоже тут аквитанцию, либо банковский счет, либо страницу, где указана прописка в паспорте. И тоже «Сохранить». Вот, и они у вас такие зелененькие, вот эти полоски, где написано 1 и 2, да, вот эти полоски подтверждения личности, подтверждения адреса, они станут зелененькими. Вот, и вот здесь вот последняя кнопочка «Отправить документы на верификацию». Вот, все, отправляйте документы на верификацию. Вот, и как бы вот это мы верифицируем аккаунт, да, если человек, например, участвует только в программе «Голлсет». Если он все-таки еще участвует, еще купил ценные бумаги, а там мы знаем, что нам нужно, ну, пройти верификацию для того, чтобы открыть счеты депозитарии, да, вот, то мы нажимаем вот во «Фрактал». Вот, и, например, смотрите, мы можем выбрать какой-то пакет. Давайте вот посмотрим, какой нам пакет выбрать, оформить контракт. Так, сейчас мы вот выберем, я прочитал, принимаю правила, подтверждаю. Вот, ну, здесь вот у меня, видите, он, я зарегистрировал, ну, человек зарегистрировал свои ценные бумаги в депозитарии, здесь ничего нету. Так, а у кого у нас нету здесь ценных бумаг, или подождите, сейчас, может быть, у меня какой-нибудь есть аккаунт, где нету ценных бумаг, надо подумать. А, вот, я сейчас мужу покажу, у него нету ценных бумаг, сейчас, секунду, так, у меня здесь его нету, у меня тоже нету ценных бумаг. А это у кого? Ну, у меня нету, там, Гузеля, 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 так, ну, я Жене дала, может, Женя передаст, все равно, я все равно потом буду менять его. А, так, сейчас я посмотрю, тут у меня вот это, тут, по-моему, тоже есть, может быть, здесь нету человека. Сейчас посмотрим, как стал. Конечно, вы знаете, то, что вот у меня есть логины и пароли, да, ну, от многих кабинетов, может, ну, как бы, это, может быть, с одной стороны, неправильно. Так, давайте попробуем оформить. Вот, с одной стороны, неправильно, то, что, ну, как бы, да, но если человек доверяет, то почему бы не, да, потому что иногда пригождается, когда ты знаешь логин и пароль. Вот, здесь тоже верифицирован, смотрите, оно выглядит вот так, когда вы оформили пакет, вот, да, и вам осталось его только оплатить. Здесь оно, как бы, делится на две части, ну, вот, эта страничка делится на две части. Здесь вот оплатите, оплата заказа и оплатить, а здесь у вас будет рамочка такая, загрузить документы для депозитария, для регистрации ценных бумаг в депозитарии. И тоже там загружаете, там первое идет паспорт, вот, а потом идет уже, это, ну, вот, адрес, подтверждающий регистрацию. Вот в депозитарии там посерьезнее, конечно, пройти верификацию, потому что там нужен либо фатура, да, либо квитанция какая-то на это, ну, на оплату коммунальных услуг на ваше имя, либо выписка из банковского счета. Ну, вот в Турции мы делали так, вот, Адалата, Аделя, она переводила деньги, вот, и вот в том документе, который ей в банке дали, там был указан адрес, и он тоже очень хорошо подошел. То есть вот надо пробовать в разных странах по-разному, но в основном вот это вот, то, все, что связано с банком, да, обязательно просите в банке, чтобы там, ну, понятное дело, что будет ваше имя, фамилия, будет дата, не позднее трех месяцев, чтобы был документ, и чтобы там обязательно был адрес, тот, который вы указали при регистрации, тот, который клиент указал при регистрации, обязательно нужно. Потому что у нас так интересно было, что один из клиентов зарегистрировался и указал фейковый адрес, ну, то есть несуществующий. Потом начал проходить верификацию, а нет, верификацию, прости, не может. Он говорит, ничего себе, компания какая серьезная. Он говорит, фейковые адреса не проходят. Ну, то есть вот так вот, верификация и регистрация. Если что-то непонятно, вы можете прямо сейчас спросить, и можно рассказать. Ну, я сейчас, знаете, сделаю, конечно, наши встречи, посмотрю, где я ее, ну, как бы, куда она у меня сохранится, и выложу в чат, чтобы можно было еще раз посмотреть. Вот, дальше смотрите, еще что интересного есть вот в этой вкладке, в этом разделе Global Pro. Ну, на любую из них нажимаете, на любую из программ, этих программ. Так, здесь у меня ничего нету. Вот, у человека, видите, у него ценные бумаги, как бы он оформил. Вот, а верификацию прошел, а видите, таблицы, ну, как бы, его в программе Голлсет нету. Такое бывает, да, то, что люди, например, они только ценные бумаги хотят, ну, как-то сохранить свои средства, приумножить. Вот, а работать, как бы, активно не хотят. Ну, вот их нету. Сейчас я в свой кабинет перейду. Сейчас там все покажу вам в своем кабинете. Вот, смотрите, нажимаете на Global Pro. Вот, и перейдем опять в меню. Здесь вот очень много разделов. Да, таблица. Моя таблица заказов, моя команда. Вы можете посмотреть там всех людей, которые у вас зарегистрированы. Вот, всех-всех-всех. Вот, абсолютно всех людей. Вы можете здесь посмотреть, видите? Всех людей можно посмотреть, которые у вас зарегистрировались. Вот, потом вся структура. Здесь есть, да, вот конкретно моя команда какая. Да, вот у меня тут люди, которые в моей первой линии. Это Волгина, вот Валентина, Елена Арсланова. Ну, вот эти квадратики. И вот, какие у них клиенты тоже. И вот так до самых нижних уровней я могу всех клиентов посмотреть. Вот, кто у Ирины есть. Могу посмотреть, нажать. Из каких стран, какие таблицы, в каких программах они. То есть, ну, это вот на будущее, как бы. Я сильно останавливаться на этом не буду, потому что, может быть, еще некоторым, ну, большинство рановато. Вот. И смотрите. Здесь вот тоже есть раздел информации. Раздел информации. Здесь смотрите, что интересного в этом разделе информации. Например, да, вы решили только заработать, ну, вот с одной секции, к примеру, да, вот с одной таблицы. Вот это Global Pro. Да, понимаете, о чем я говорю? Или, может, не всем понятно? Понимаем. Да, вот с одной таблицы, например, решили заработать. И смотрите, вы можете, к примеру, и больше не хотите. Хотите все 3 тысячи забрать, реинвест в следующую программу, да, в следующий цикл вы делать не хотите. Ну, вот 3 тысячи заработали и вы махали ручкой компании, к примеру, да, у вас вот такое желание. То можете купить золото, нажать кнопочку «Купить золото». Вот так раз нажали кнопочку. Все, информация сохранена. И у вас со всей вашей таблицы, это будет 3 тысячи евро, вам купят золото после того, как она завершится. Если вы, вам понравился бизнес, вы хотите дальше им заниматься, то можете нажать кнопочку «Разместить заказ». На таблицу заказа Global Pro в следующий цикл. Можно еще есть такая функция, вы можете накопить золото на 3,5 тысячи евро вознаграждения. Можете сюда нажать. Да, и у вас будут копиться эти деньги, как бы, ну, на что-то, да, вы хотите накопить, вот не хотите выводить, то у вас будут копиться. Здесь ваши вознаграждения, ваши единицы вознаграждений, вот. Или, например, вы хотите с каждого цикла получать деньги, да, цикл, ну, не цикл, а с каждой секции, вот. С каждой секции вы хотите получать, например, секция закрылась, вы хотите с нее тысячу получить сразу же. Если секция закрылась, вы еще хотите, нажимаете сюда, то есть он вот такой-то многофункциональный, то есть вы сами выбираете, как вам, ну, получать деньги. Здесь также у вас размещены все ваши документы, что вы сделали предоплату, да, вот люди говорят, вот где у тебя документ, который подтверждает, что ты оплатил заказ. Вот он как раз-таки вот здесь вот, в разделе информация, в программе Global Pro, вот в разделе информации, смотрите, дата размещения заказа, вот, распечатать счет. Вот здесь я конкретно, мой счет, да, когда я его распечатала, вот. И можно распечатать этот счет. Сейчас, секунду. Распечатать, сейчас загрузится, и мы посмотрим, что в нем, а, вот он у меня здесь уже, в состоянии. Вот, его можно распечатать, и у вас есть документ, что вы сделали предоплату, здесь вашим адресом, со всеми, ну, как бы, данными вашими, на какую сумму вы распечатали еще. То есть вы покупаете золото, набор слитков, который стоит 7 тысяч евро, 7 тысяч 68 евро. И вот ваша предоплата 450, это вот ваш юридический документ. Здесь я юридический, а здесь компания. То есть, если что, да, если вас, например, там, обманули, хотя я, конечно, не знаю, за 8 лет нет ни одного обманутого клиента, но вот есть документ, который подтверждает, что вы сделали предоплату в этой, ну, в компании. Вот, ну, вот здесь, в принципе, как бы все, дата регистрации, вот, все здесь вот, вот так вот. Потом, смотрите, очень интересный раздел есть для рекламы, для рекламы, да. Нам не просто, ну, как бы, сказали, вот, рекламируйте, делайте, что хотите, сами, как, что хотите, делайте. Я, знаете, когда стала клиентом, я, там, начала на каких-то курсах учиться, чтобы делать, уметь сайты одностраничников. Вот, а потом по кабинету полазила, оказывается, не есть эти сайты одностраничники с моими данными. Думаю, ничего себе, я столько времени потеряла, ну, потому что не показали. Вот, я вам сейчас покажу. Смотрите, этот раздел называется для рекламы, и написано инструменты для рекламы. Вот, инструменты для рекламы, и здесь много очень информации. Пресс-кит, глобал интервол для связи с общественностью. Это что говорят на СМИ, какая репутация у нашего магазина и у нашего холдинга, да, что говорят финансовые аналитики про глобал интервол. И здесь можно подробно все прочитать. Здесь даже российские газеты есть, которые пишут о глобал интервол. Всевозможные газеты. И здесь вот, видите, можно в PDF-формате скачать и вот прочитать, что пишут. Вот, видите, множество газет всяких разных, которые говорят о компании. Вот, и можно скачивать и людям показывать, людям, да, конкретно. Можно на встречах на этих показывать тоже, распечатывать, что говорят, ну, как бы, такие крупные газеты. Вот, потом краткое руководство от часто задаваемых вопросов клиентов. То есть вот люди нам вопросы же задают, да, к примеру, такой вопрос. Чем, например, инвестиционное золото отличается от ювелирного золота, да? Вот. Тоже, видите, тоже надо скачать, но это на компьютере. Вы выбираете язык какой, да, вот здесь английский представлен, испанский, итальянский, русский. Вот, выбираете язык и тоже там можете отмечать, да, что учитывать при покупке золота в интернете и зарабатывать, да, платят ли налоги за покупку и продажу золотых слитков. Вот. Ну, как бы, очень много вопросов, на которые нам нужно знать, как правильно, грамотно ответить. Вот. Здесь мы тоже можем эту информацию прочитать, чтобы быть тоже такими подкованными, ну, в этом отношении, чтобы знать, как ответить грамотно. Вот. Потом здесь еще, смотрите, есть еще рекламные печатные материалы. Это всевозможные буклеты, баннеры большие можно распечатать, да. Это вот, например, если люди хотят свой офис открыть какой-то где-то, в какой-то, в каком-то городе или еще где-то, то вот здесь можно все взять, как бы самому ничего не надо, никаких дизайнеров нанимать, чтобы это все делать. Ничего этого не нужно, все есть в кабинете. Потом можно распечатать личную визитку, свою личную визитку. И вот здесь их 10 видов для принтера, да. Вот, например, для принтера, видите, получить. И 10 видов для типографии. Вот. Выбирайте любой формат визитки, любой вид визитки. Я, например, знаете, как, ну, делала, я выбирала одну и ту же визитку. На английском я писала для типографии, а на другой стороне я делала на русском языке. Вот. И получается, у меня люди, да, могли как на английском прочитать, так и на русском прочитать мою фамилию, имя. И здесь вот тоже все данные сохраняются. Ну, например, смотрите, если мы сейчас вот выберем вот эту, к примеру, визитку. Вот. И вот она у меня скачалась. Сейчас я вам покажу, как она выглядит, визитка, там, для, именно для типографии. Вот, видите, она вот так вот выглядит. И здесь, смотрите, мой телефон, моя электронная почта и моя ссылка ко мне в кабинет. Человек, например, вот эту ссылку открывает, и он прям попадает ко мне в кабинет. Там нажимает кнопочку регистрация и регистрируется. А мне этим временем письмо на почту приходит, что у вас новый клиент появился. Вот. Вот так вот. Получается, вот такие вот визиточки можно сделать. Вот. Вот такие вот визитки, пожалуйста, да. И вы здесь можете данные менять. Например, если я здесь на русском напишу, Елена Рогачева, да, то вот у меня уже визитка здесь будет, ну, имя и фамилия на русском языке. Вот. То есть очень ничего придумывать не надо, все очень хорошо есть в кабинете. Дальше, смотрите, самый важный момент, где нам взять нашу ссылку для того, чтобы отправить клиенту, чтобы он самостоятельно зарегистрировался. Вы, когда ему эту ссылку отправляете, у него там проходит такую короткую экспресс-какую регистрацию, коротенькую. Там он не вбивает ни адрес, ничего не вбивает. Вот. Эта ссылка находится вот тоже в разделе для рекламы. Вот видите, название домен. Вот. И здесь вот, видите, написано «Сама ссылка». Вот, сама ссылка. Я здесь поменяла. Вот здесь можно поменять ссылку. Например, у меня здесь раньше стоял мой ID номер, набор цифр. ID номер – это набор цифр. Он у меня вот здесь вот, видно, этот ID номер. Если наверх подняться, вот он, Рогачева Елена, и вот он, мой личный ID номер. То вот раньше у меня вот здесь вот стоял вот мой ID номер. Вот. Но я его поменяла, мне цифры не нравятся, написала Елена 23. Вот. И вот я вот эту ссылку копирую, да, копирую ее. Вот. И, например, куда-нибудь в Skype кому-нибудь отсылаю. Вот. Или там на WhatsApp, или в Viber, неважно, да. И человек по этой ссылке заходит или проходит регистрацию, как мой клиент. То есть он фиксируется в компании, как мой клиент. Вот это очень важный момент. Где взять ссылку? То есть вы поняли, да, запомните, что это надо сделать, зайти в Global Pro, в раздел «Для рекламы», спуститься вниз. И вот в разделе «Домен» написано, что сама ссылка. Сама ссылка – это ссылка для регистрации. Вот. И смотрите, еще дальше есть сайты для продвижения. Подробно, да. Нажимаем. И у нас здесь есть 7 сайтов на разные темы. Купить золото, как заработать, где заработать, заработать в интернете, золото, сетевой маркетинг, бизнес в интернете. Ну, например, вот где заработать. Сейчас откроем. Посмотрим. Так, не получилось. Еще раз надо. Но у меня бывает что-то глючит. Не знаю, почему. У всех быстро открывается. У меня немножко вот. Ну, открывается. И там вот эти… У вас, получается, здесь сайт с вашими, со всеми данными. Вот сейчас откроется. Вот. Вот, видите, здесь сайт. Он тоже на нескольких языках. Выбираем русский язык. И вот, смотрите, человек заходит на этот сайт. Вы его тоже, этот сайт, можете оставлять где-нибудь в постах, к примеру. В постах. Вот. Открываете вот этот сайт. И вот человек может либо вам на скайп позвонить, либо вам на почту написать, либо вам на телефон позвонить. Да. Но если он стесняется, к примеру, ну, ему неудобно, к примеру, вам лично звонить, то он может заказать звонок. Он нажимает кнопочку «Заказать звонок», вписывает сюда свое имя, электронный адрес и свой телефон, и нажимает кнопочку «Заказать звонок». Все. И у вас в кабинете высвечивается, потом вы когда заходите в кабинет, у вас здесь в уголочке будет, вам пришло сообщение. Вы заходите, у вас там все данные человека, которому интересна наша тема. То есть вот таким вот образом. Вот. И вот таких вот сайтов очень много. Можно любой выбрать. Видите, здесь получить код-ссылку, да? Как вот сайт этот скопировать, чтобы люди заходили на ваш сайт. Получить код-ссылку. И здесь вот смотрите, сама ссылка. Видите, сама ссылка. Вы ее копируете. Вот скопировали. И где-нибудь в постах, там в Фейсбуке, на пост написали, и эту ссылочку, бац, оставили. И все, и человек заходит, он прочитает информацию на сайте и уже решит связываться с вами, каким образом он будет с вами связываться. То ли через скайп, то ли через почту, то ли вам позвонит лично, либо вам отправит сообщение, что хочет, чтобы вы ему перезвонили. Вот. То есть вот все для комфортной работы. И для клиента, и для нас тоже. Для будущих клиентов и для нас. Вот. Ну, еще здесь вот есть, конечно, такие вот мигающие баннеры. Может быть, вы когда-нибудь видели, когда заходите в интернет, там, например, быстро похудей, там, за две недели. Или там, не знаю, купите ортопедический матрас, такие мигающие баннеры. Бывает сбоку такая рекламка. Вот здесь тоже можно любой баннер взять и тоже его как бы применить для того, чтобы рекламировать. Вот. И, знаете, очень интересно, еще хотела вам рассказать, ну, как бы от себя, да, смотрите, что вот во всех вот этих вкладках, вот мои финансы, сообщения здесь и профи, здесь есть меню. Вот. И вы самостоятельно, когда сойдете в свой кабинет, везде по ним полазите. Например, да, вот мои финансы. Здесь наша вся бухгалтерия. Абсолютно все движения, да, там, кто на сколько, какие вознаграждения получил, вот в истории можно посмотреть, какие начисления были, за что начисления были. Вот здесь все можно, да, там, что я получала, что я выводила, здесь все-все-все есть. Вот, дальше, там, к примеру, да, там, хранилище слитков, да, там, ну, сейчас там у меня один слиточек 10-граммовый. Жду, когда цена... О, цена поднялась, можно продавать, кстати. Могу продать при вас. Я вот эту цену ждала, когда она будет, 350 евро. Смотрите, я вам сейчас покажу, как продавать слиток. Очень удачно. А то только недавно было 349, вот я заходила куда-то в кабинет, а сейчас 350. Как раз я за такую цену хотела продать. Вот я здесь нажимаю 1. Оформить продажу. Оформить продажу. Вот, все, продала слиток, заходим в мои финансы. Так, оформить продажу, и что? Так, оформить продажу. Витечка, надо не цифру 1 поставить, а корзиночку нажми, чтобы корзиночка... Да-да-да, ага. А я всегда один нажимаю. Ну да, вот сейчас оно так не работает. Ага, вот, оформить продажу. Теперь продать. Да, продать. Окей. Все. Сейчас посмотрим, мои финансы. Пойдет романцы или нет. Вот, 750 евро. Вот эти у меня деньги, они готовы для вывода. То есть, вот из этих денег можно оформить купон. Да, человек мне прислает на карту наличные деньги, а я ему купон-заказ. И он размещает свой заказ с помощью купона. Но сейчас, может быть, я об этом говорить не буду, да, чтобы, ну, сильно не это... Потому что много информации не вмещает мозг. Вот, и здесь, вот смотрите, много всего, что можно тоже посмотреть. Как оформить купон. Эн, Эн, расскажи, пожалуйста, как помимо купона можно вывезти эти 750? Просто для ролика очень хорошая запись получается. Вот еще как можно вывезти эти 750? Да, смотрите, можно через банк. Мы это тоже делали. Вот как раз уже не клиентка была, шоуфан, мы делали через банк. Эти деньги выводили. Вот здесь, смотрите, заполняете реквизиты своего банка, но в банке обязательно должен быть открыт евросчет. То есть евровый счет. Вот. Вы забиваете сюда реквизиты, если вы, кто-то из вас это будет делать, мы вам поможем, как это сделать. Вы возьмете в банке свои реквизиты на листочке. Да, и тут название банка нужно впечатать. Потом свифт-код банка, адрес банка, все, что вам даст банк по вашим данным. Вот. И банк-корреспондент, который тоже, через который вы тоже будете делать, ну, как бы, перевод. Вот здесь тоже все забиваете. Это все написано будет у вас на листочке, который вам выдаст банк. И все отправляете. Но здесь, вот видите, минус такой. Стоимость банковского перевода 45 евро. Этой функцией пользуются клиенты, которые, ну, уже, которые давно в бизнесе. Они уже топ-лидеры компании. Они большие деньги зарабатывают. Да, им невыгодно, ну, как бы, вроде бы, невыгодно через купоны выводить, потому что, ну, как бы, там небольшие суммы. А когда у тебя, когда вы, например, хотите вывести, там, 4 тысячи евро, там, 5 тысяч евро, 6 тысяч евро, то, конечно, что вам там 45 евро, как бы, вроде бы, как и не сильно заметно. Вот. Ну, то есть отправить, ну, вывести деньги на счет. И здесь можно несколько банков привязать. То есть, видите, можно выбрать несколько банков. Если у вас есть счета в нескольких банках, то здесь в кабинете можно привезти, ну, как бы, привязать счета к нескольким банкам. Вот. Ну, еще есть, вот, на карту, но эта функция временно у нас, как мы знаем, да, не работает, потому что у нас своя будет платежная система в скором будущем. Можно будет, вот, средства на карту уже непосредственно и картой пользоваться. Видите, здесь написано по техническим причинам платежными данными способов временно недоступен. Вот. На биткоин, кошелек. Я этим выводом не пользовалась никогда, не знаю. Ну, и купон-заказ. Купон-заказ тоже просто. Там все пошагово, как бы, показано. Вот стоимость купон-заказа мы выбираем, да, например, ну, к примеру, там, не знаю, давайте 650 евро, да. Вот количество купонов один и оформить заказ. И все, у вас такое потом окошечко вылетает. Я вам сейчас покажу, как это будет выглядеть. Вот история, да. Вот смотрите. Видите, номер и код купона. Вот здесь все купоны, которыми я пользовалась, вот выводила. Вот номер и код купона. И вот это все тоже копируйте. Скопировали. Все. И человеку, который хочет у вас купить купон, отправили смс-очкой. Номер и код купона. И он им оформил. Может оформить заказ. Либо купить ценную бумагу, либо оформить одну из программ. Ну, вот в данном случае, да, например, если 400 на 450, то это вот Global Pro. Вот. И тоже в сообщениях там много вкладок всевозможных. Да, вот здесь входящие сообщения, исходящие сообщения. Вот сообщения с сайтом для продвижения. Видите, сообщения сайтов для продвижения. Здесь вот тоже можно посмотреть. Видите, у меня нету пока никаких сообщений. Вот переписка с компанией. Можно всю переписку абсолютно поднять. Вся, которая у вас была на всей протяжении вашей работы. Вот на всевозможные темы. Куча, видите. Да, у меня вот аж на четырех страницах это переписка с компанией. Любой вопрос, который вас интересует, любой, который вы придумали, который образовался у вас в голове, вы можете задать прямо в компанию. Даже бывает то, что не ваш спонсор, не вышестоящий спонсор может ответ на какой-то вопрос не знать. Вот. А вы можете в компанию написать, вам в компании грамотный ответ дадут. Прям пришлют в самом ближайшем образом. Но только они ночью, конечно, не работают, а вот в течение дня работают. Вот сообщения от вышестоящих спонсоров. Здесь тоже, да, все есть. И когда вам присылают сообщения вышестоящие спонсоры, то вот вы можете, видите, вот. Их можете читать. То есть с вашей структуры вышестоящие спонсоры могут вам прислать сообщения. Ну и вот в профиле тоже, да, там все наши данные. Паспорта, прописки, все здесь. Имя, фамилия, псевдоним можно менять. Не обязательно его вставлять наличие таким, да. Вот. Сколько историй входов, кто к вам в кабинет заходил, да, в последнее время. Вот. И здесь тоже в меню вот можно контакты посмотреть. Можно почта, если, например, у вас поменялось. Или телефон у вас поменялся. Вы можете здесь изменить все. Скайп, если у вас поменялся. Или новый добавился. Можно здесь написать. Можно ваши соцсети. Здесь я тоже привязать, да, ссылку на ваши соцсети. Вот. Потом можно сменить пароль. Его можете менять хоть каждую неделю. Только умоляю вас, пожалуйста, запоминайте пароли, которые вы меняете. Это очень важно. Иначе вы не зайдете в кабинет. У вас будут проблемы. Вы будете нервничать. Зачем это нужно? Вот. Потом мои документы. Здесь тоже, да. Можно вопрос? Пока что не забыла я. А адрес, если я поменяю, если, допустим, через месяц-два я в Турцию должна переехать. Что тогда? А вот, смотрите, очень интересный вопрос. Тогда вы себе берете новый какой-то документ по новому адресу, да, к примеру, там, квитанцию на оплату коммунальных услуг, или у вас вы счет в банке открыли в турецком, да, или вот перевод сделали, как Аделя. Она, у нее нету ни квитанции, ни счета в банке. Она просто перевод сделала, и там указала адрес, по которому она проживает. Вот. И просто пишите в компанию. Пишите сообщение. Вот. Сообщение, и вот переписка с компанией. Или вот так вот, смотрите, проще сделать. Служба поддержки. Пишите службу поддержки и пишите. Здравствуйте. Тема письма, да, смена зарегистрированного адреса. Смена адреса можно написать. По вопросам оплаты, да, там, например, разное, к примеру, да, выбираете. Приоритет. Очень важно вам, чтобы поменяли адрес или не очень. Да, тоже можно выбрать. Важно, очень важно, не очень важно. И текст сообщения. Здравствуйте. Хочу поменять свой зарегистрированный адрес в профиле. На такой-то, да, пишите новый адрес. Вот. И сюда прикладываете файл. Вот файл нового, новой китайцы, нового документа, который подтверждает ваше новое место пребывания, ваше новое место жительства. Вот. И отправляете, и все, и вам через некоторое время приходит письмо от компании. Изменения произведены. Все, вы заходите в кабинет, у вас там новый адрес. А не потому, что вот вы предоставили, вам меняют адрес в кабинете. Все. Я сегодня отправила свой адрес, феррификация, о господи, я не могу это слово сказать. Ну да, ну вот это вот, да. Сделала, отправила, но там у меня квитанция была на грузинском, написано мой адрес. Ничего страшного. Там переводчики на всех языках, у нас сайт на 21 языке. Переледут. Есть переводчики, конечно, не переживай. Понятно. Да. Еще вопросы. Ой, я такая прям любопытная. Я хочу спросить это. Вот, допустим, я, ну вот взяла я на 450, правильно, взяла. Но я еще хочу, допустим, на 100, на 2, ну там, не знаю, 1 грамм, 2 грамм. Я могу их покупать? Золото хотите купить? Золото, да, золото. Например, я через дней 20, я еще зарплату не получила, но я хочу еще, допустим, 2 грамма купить. Да, смотрите, вы отдельно можете покупать слитки. А на них бонусы не идут, да? На них нет. Смотрите, мы, программа Голлсет, смотрите, как работает. Мы заключаем договор с компанией на покупку набора слитков, который стоит 7 тысяч евро. Этот набор слитков стоит. Мы делаем предоплату на этот набор слитков. В случае, если вдруг мы передумали, что в течение 14 дней мы можем отказаться от заказа, и нам наши деньги вернут в полном объеме. После 14 дней мы, ну как бы мы попадаем, вот как бы мы изначально попадаем, да, в программу Глобал ПРО, но вот в течение 14 дней мы можем деньги забрать. Вот, потом мы уже начинаем участвовать в такой программе Голлсет. Вот, и эти деньги, получается, они остаются как бы, как, ну, принадлежат компании, да, они как бы наши, но принадлежат компании. И условия для того, чтобы мы получали, купили остальное, вот, до 7 тысяч евро слитков, золота, да, мы должны выполнить определенные условия. То есть у компании должно быть от нас два клиента, то есть плюсом, да, от нас два клиента. Это условия для того, чтобы мы получали вознаграждение. И потом мы вот с одной такой секции получаем 3 тысячи евро, и с другой такой секции мы получаем. То есть нам надо два цикла пройти, чтобы мы заработали 7 тысяч евро. Вот, и смотрите, предоплата на набор слитков, это не сами слитки, это предоплата. Вот смотрите, например, на простом примере приведу вам. Вот вы пришли, например, ну, в автомобильный салон, да, увидели какую-то красивую машину. Хотите говорить, я хочу такую машину только в другом цвете. Вам говорят, хорошо, а на следующей неделе, например, там, или через две недели, или там, через месяц будет такая машина, мы вам сделаем доставку. Но сделайте предоплату вначале на эту машину, предоплату. Вот, вы делаете предоплату 10% от стоимости автомобиля. Вы сделали предоплату. Вам же на эту предоплату не дают никакую запчасть, ни часть магазина, ни часть автомобиля, ни колесо, ни двигатель автомобиля, да. Вы просто сделали предоплату. Потом вдруг вам на эту предоплату, да, что входит в эту предоплату, что делают, например, автосалон, да, с этой предоплатой. Они оплачивают транспортировку вашего автомобиля, они оплачивают зарплату, да, человеку, который доставляет ваш автомобиль, там еще что-то оплачивают, вот, ну, всякие расходы. И вы, например, говорите, я не хочу больше, я не хочу, я передумала автомобиль, все, вам предоплату не возвращают, потому что ее потратили, вот, но в нашем случае ее никто, конечно, не потратил. Вот, смотрите, когда вы ничего не сделали, но попали на вознаграждение, секции наверху закрылись, вы выходите из этой программы, попадаете еще в одну программу, когда второй раз, второй круг проходите, вы выбываете из программы Go Set со своими деньгами, все, вам вашу предоплату возвращают. Вот, единственная проблема, единственный, как бы, такой минус, да, то, что, ну, это может продлиться какое-то время. Может, через год, может, через два, может быть, через три года вам вернут вашу предоплату, но ее вернут, если вы ничего не делаете, да, и может такое случиться, что вы можете зависнуть, например, в этой таблице. Ну, например, никто не работает, вот все загорелись вначале, да, а потом, ой, столкнулись с первыми трудностями, и все, как бы, и не хотят работать, или еще там что-то получилось, не знаю, заболели. Вот, и вы, получается, можете зависнуть в этой программе. Вот, но вдруг, если вы, там, через сколько-то лет, через два-три года вспоминаете, что у вас есть бизнес Global Intergold, вы заходите в свой кабинет, у вас все как было, так и есть. Даже могут быть изменения, да, может быть, даже вы, там, уже и в другом цикле, или, там, уже на вознаграждении, к примеру, стоите, как это часто бывает, да, люди, например, начинают работать с верхнего уровня, переходят на нижний, потом, ой, а у меня людей нет. Вот, и бегом давай шевелиться, чтобы побыстрее люди, ну, как бы, были, чтобы не впустую пройти цикл, не без денег. Вот, то есть, вот таким вот образом. То есть, предоплата, это не золото. А отдельно золото вы можете купить, да, вы можете пополнить свой счет в кабинете, да, мои финансы пополнить через банк, и купить слитки на эти деньги. И у вас будут слитки. Вот здесь, видите, в магазине золота вы можете набрать их, в корзиночку положить, какие слитки вы хотите, какой стоимости вы хотите купить. Вот. То есть, вот, вот так вот можете купить, и они у вас сразу же отразятся в хранилище сертифицированном, вот здесь вот, да, в хранилище слитков. А физически они будут храниться в Европе, в сертифицированном хранилище. Вот. Вот, вот таким вот образом. Вот. И еще хотела вам сказать то, что не бойтесь, не стесняйтесь, везде заглядывайте во все активные кнопки, видите, здесь очень много разной информации, очень много информации в новостях. Ладите по своему кабинету, изучайте его, нажимайте на все кнопки, смотрите, какая там информация, потому что в кабинете очень-очень много информации. Он очень объемный, очень объемный. И вот во фрактале тоже, да, там есть и новости, и обучающие видео, все-все-все есть. Вот у кого есть ценные бумаги, могут посмотреть новости, какие были в компании, да, какие обучающие ролики здесь есть, как быстро старт сделать, какая президентская поддержка. Здесь тоже очень много всего интересного. Вот, вот, что хотела вам сегодня рассказать, а в следующий раз я, может быть, вам покажу, как проверить компанию на сайте Великобритании, и какие организации контролируют нашу компанию, да, какие аудиты. Тоже покажу, где это посмотреть, и что такое ЛБМА, которое дает, ну, золото, ну, сертифицированное ЛБМА, это Лондонская Ассоциация Биржи Рыгостанных Металлов. Вот, и какие производители тоже, да, какими производителями еще, от каких производителей еще компания торгует сливками. То есть, ну, наше брендовое золото есть еще, и еще у нас три европейских концерна, которыми, сливками которых торгует компания Global Intergo, тоже про них расскажу, и можно все это проверить в интернете. Вот, если есть какие-то вопросы у вас или еще что-то, то можно еще обсудить, если у кого-то что-то, или, может, кому-то что-то непонятно было. Как вам? Или тогда закончим, чтобы больше не задерживать, потому что времени уже час мы партнерку проводим. Если нет вопросов, то давайте закончим. Сейчас идет вебинар с Марком. Да, можно перейти на вебинар. Да, давайте. Ну, все, тогда. Очень приятно было познакомиться, Лена, с вами. Я вам запрос уже отправила в скайп, вы, пожалуйста, меня примите. Хорошо. Вы Лена Рогачева, да, написано? Я Лена Рогачева, да. Окей, окей. Спасибо, Лена Рогачева, да, мне очень полезная информация. Все, хорошо. Все, до следующего понедельника. До следующего понедельника. Счастливо, до свидания.